МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе атаковали, переживали, ошибались, снова шли вперед. В одном ударе от полуфинала. Кто мог о таком помыслить? А наша сборная доказала, что достойна такого результата. И люди благодарны, и горды, и говорят спасибо нашим футболистам и тренерскому штабу во главе с Черчесовым. Где ты болела? Я болела. Дома. И все мои соседи об этом знают. А у нас в студии тоже до сих пор под впечатлением футбольный эксперт Андрей Стукалов. Доброе утро. Здравствуйте, Андрей. Вообще, конечно, фантастика. Таких эмоций, такого единения я не припомню, когда страна испытывала, переживала. А сейчас радости опустошения. И за кого болеть? Чемпионат не закончился. Для меня чемпионат переходит в спокойное русло, потому что я болею только... В свое время болел за сборную Советского Союза. Сейчас я болею только за Россию. Что такое болеть? Это когда сердце... Вы понимаете, да? Мы ощутили это. Поэтому сейчас я буду спокойно уже наслаждаться футболом, наслаждаться хорошей игрой в полуфинал. Ну а действительно то, что произошло, даже сложно подобрать какие-то эпитеты к тому, что происходит с 18-го числа. В самой первой игры была подарена сказка российскому болельщику. Это полная концентрация, это подвиг, и эти люди действительно герои. Это правда, но только сейчас все задаются вопросом. Эта сказка кончилась или она только началась? Эта сказка только началась, и я вам скажу, что вот эти ребята, да и весь Российский футбольный союз, и вся эта сборная, они заложили сумасшедший фундамент, фундамент в будущих наших побед. Огромное количество детей сегодня записываются в футбольные школы. Вы не можете себе представить, какой бум сейчас будет у нас после выступления нашей сборной в России. Инфраструктура у нас построена, она осталась нам. Дети заряжены, дети влюблены в футбол. Поэтому сказка, я думаю, только начинается. Тогда вопрос абсолютно справедливый. Ведь если это лучший результат за новейшую историю на всех чемпионатах сборной России, почему сейчас, что было сделано, кто в хорошем смысле виноват в этом, кого вы можете выделить в первую очередь, тренер, кто-то из игроков. Я выскажу свое мнение. В ту пору, когда мы ругали Черчесова за товарищеские матчи, безусловно, человек выстраивал свою сборную. То есть он экспериментировал на этих товарищеских матчах. А вся страна требовала побед. Человек выстраивал людей, которые будут готовы биться за страну, которые поверят в него, и которым будет верить он. Игроков мы знали много лет, мы за ними следили. И ленивый не критиковал тогда сборную, а сейчас называют командой мечты. Вот за счет чего, собственно? Ну, я вам скажу за счет чего. Во-первых, сумасшедший фактор болельщиков. Первый матч, он действительно был самый важный. И вот то, когда мы почувствовали, когда сами футболисты почувствовали, что они могут играть, что за них болеет вся страна, это окрыляет. Появляется какая-то энергия. И плюс, я считаю, они поймали свою игру. Не почувствуют ли скоро наши футболисты возможность играть в каких-то других клубах? Я намекаю на какие-то иностранные предложения. Или, может быть, они уже поспывают? Ну, я думаю, что это прекрасно. Они должны расти и уходить в другие чемпионаты. Честно вам скажу, я горд... А мы не хотим их отпускать. Я горд, честно говоря, за сборную России еще по той причине, что она практически составлена из игроков российской футбольной премьер-лиги. Теперь, когда страна поверила в парней, в то, что у нее есть достойный футбол в России, надо же оставаться в топе. В восьмерке лучше, как минимум. Ну, я думаю, что сейчас мы все с нетерпением будем ждать жеребьевки отборочных матчевых чемпионатов Европы. Мы посмотрим, какие нам соперники достанутся, какой будет календарь. Я думаю, что костяк сборной будет сохранен, несмотря на то, что, вы знаете, завершил карьеру Игнашевич. И, соответственно, вокруг вот этого костяка будет формироваться фактически обновленная сборная России с новыми задачами. И, конечно же, я уверен, что руководство российского футбольного союза будет ставить задачи достаточно серьезные. Это и выход на чемпионат Европы, и выход из группы чемпионата Европы и так далее. Этот чемпионат мира уже превратился в чемпионат Европы, судя по финалу, который нас ждет. На кого ставите? Кто все-таки сильнейший сегодня? Ну, как я вам уже говорил, что болею я только за одну страну, потому что, как говорится, нравится нам очень много женщин, любим-то мы одну женщину, поэтому в данном случае... В данном случае... Ну вот я... Мне вот лично нравится игра, опять же, смотрите, нравится. Я не болею за одну сборную. Мне нравится игра сборной Бельгии. Поэтому, ну... А мне нравится игра сборной Франции. Или... Подожди, а я тогда... Мне уже понравилось вот это ощущение, когда вот сердце, как вы показали, я хочу еще... Ну вот, я думаю, что все-таки Бельгийцы должны на основе своих мастеровитых футболистов... Но загадывать сложно. Непредсказуемый вообще чемпионат... Обратите внимание, что Россия подарила миру, наверное, самый непредсказуемый чемпионат за все. Да, понятно. Поверьте мне, я с 74-го года смотрю чемпионаты мира, но я вот лично не помню таких непредсказуемых результатов, таких сумасшедших по накаму матчей, которые подарила Россия и мир. Чтобы фавориты первыми оказались дома, чтобы раскороновали королей, да? Поэтому вот действительно, это очень интересный чемпионат. Я думаю, что нас еще будут ждать сюрпризы. И в полуфинале, и в матче за третье место. Убедили, будем смотреть до конца. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам на чемпионате мира по футболу о прорыве нашей сборной. Мы говорили с футбольным экспертом Андреем Стукаловым.